всем привет вы на канале с техникой по жизни и сегодняшнем ролике хотел бы ответить на комментарии которые более интересные как мне показалось последнее время мне оставляли начнем с такого комментария расставил я так понимаю молодой парень потому что это я определил судя по тому как он общается про подшипники он написал что повсевая просто от него разгореть видимо ну подсос воздуха и подшипники черные грязные он написал из-за того что сосет воздух грязный и вот здесь подшипники сепараторы грязные сосет воду я ему отвечаю что поршневая сгорела из-за чистого бензина а подшипники черные это продукты горения что он не добивает контрольным вторым вопросом какой дурак зальет чистый бензин поверьте их не буду этих людей дураками называть но людей таких хватает топ они за парке понизнанке очень часто большинстве случаев мне приносят сгоревшие пилы не за того что там где-то подсос воздух какой-то был из-за того что просто тупо или на старом бензине которым уже разложился погоняли или на без масла смесь и пишет еще продукты горения вылетают в трубу на что я хочу ему дать совет вы учитесь не у блогеров не у меня учитесь техники там разбираться в технике получайте специальность специальных технических учреждениях образовательных там техникум и пт у всякие высшее учебное заведение не стоит учиться у блогера потому что вы можете такому научиться что понятно дело чему можете плохому научиться и учитесь не ради образования ради знаний образование конечно надо но и знания они тоже нужны потом из-за погони за образованием теряем специалистов у нас сложная ситуация идите ребятки учитесь действительно рукастый мужик он всегда заработает прокормит семью и дальше по жизни ему будет только легче ну да ладно приступим к другому комментарию это про праймер расскажу в двух словах мне просто люди не знают что такое праймер как он там работает праймер он выкачивает топливо то есть выкачивает воздуха из карбюратора и закачивает одновременно туда топлива из бака и процесс происходит шланг идет от бака через топливный фильтр топливо выступает карбюратор затем закачивается в праймер из праймера уже попадает то что прокачалась в бак вот так происходит процесс работы праймеры на карбюраторе выносной получается, на бензопиле. Так, еще на вопрос хочу ответить. Я тут выписал их, так я их не запомню все сразу. Так, есть у меня еще такой вопрос был про карбюраторы замовские бензопил партнер. Вот здесь эта пила. Пилайка работает и на нем Вальброски сделал карбюратор. Так, замовский карбюратор. Вот это карбюратор с партнера. Что мне в них категорически не нравится? Они... Блин, ну начинаешь прокачивать. Сколько мне приносили, может... Не часто они у меня, кстати, бывают. Кто-то пишет, что часто ставят вот такие карбюраторы. Но мне попадалось вот это конкретно. Он с бензопилы Макалыч. Но такой уж как партнер 350. Здесь что было? Подсос шел при прокачке из ускорительного насоса. глушить его. Я заглушил. Но проблема не ушла. При прокачке у меня хлистал отовсюду бензин. Я даже не понял, честно, откуда. Вроде... А, тут, скорее всего, я уже, честно, не помню. Этот... Пришел в негодность распылитель. По-моему, через него шпарило. Ну вот они. Вот так выглядит. Это партнеровский карбюратор с 350. Вот здесь тяга шла. Да, это 100%. С 350, потому что вот здесь у него слева тяга идет. У 350 этих первых, там, вторых у них идет трос. И, по-моему, да, вот сюда он приходит. На правую сторону. Так, следующее. Что у нас там по списку? Какой комментарий? Так. Заточка цепи. Очень много негативных, гневных комментариев. Мне было написано на Дзене вот про эту вот штуку. Я там пол ролика рассказываю, как производитель вот этого девайса предлагает все это затачивать. Я пересказываю. вторую часть ролика я рассказываю, как это все ничего у вас не получится. Потому что это вообще не подходит для обычных цепей. Там нужна и шина, и цепь другая. И вот такая приспособа. Power Sharp эта система. Кто что, кто в лес по дровах, кто мне пишет, что там это американская разработка. Да понимаю, я читал историю и кто это сделал и что. Меня учат там. Ну, короче, такого негатива я еще не слышал. Ну, надо бог с ними. Да ладно. Просто люди, вот кто такой вот пишет, не будьте смешными. Вы не дочитаете. И у меня же ролик еще написан смотреть до конца. Вы чуть начали смотреть. О, да, блин, он сейчас там вам наговорит. Я и говорю в ролике, что вот эту туфту не вздумайте приобретать и пытаться что-то точить. потому что я на сайте, где ее покупал, там отзывы такие были, что вот у кого-то не получилось, тут это. Короче, людей-то хватает, вот это купил и пользуется этим барахлом. Пытался, по крайней мере, пользоваться и поиспортил себе всю пильную гарнитуру. Так, что еще хочу рассказать? Какой еще момент? Тиски? Часто про тиски спрашивают. Хорошие тиски, зажимал много чего, все нормально, никуда не уводит, все зажимает, все прекрасно держит и не пытается ломаться. Так, хочу еще рассказать про прибор для поиска монет, ну и всего, что в земле. Equinox 800, который я приобрел в том году. Несколько раз я с ним вышел, но мне никто за рекламу данных приборов ничего это, я просто говорю о своих ощущениях. У меня другие есть, я не пытаюсь их хвалить, но данный прибор за такие деньги. Я что, повелся на него? Почему я его купил, этот Equinox 800? Там было написано до 50 сантиметров поисков монет. Ничего такого нет с родной катушкой. Если вы за тридцатку прикупите катушку, вот такую здоровую, как руль, блин, на Белазе, то тогда вы, да, будете на 50 сантиметров искать, находить что-то. У меня шел этот прибор с последней прошивкой, где было 4 кГц еще. И я просто за три выхода я отдурил от него. после я ходил там с другим прибором, не буду рекламу сейчас говорить, я там кучу монет понаходил и крестиков, и колечек, и много чего. Но это же балалайка ужасная. Вот это чисто мое мнение, чего мне не понравилось. Кому-то понравится, кто-то к нему привыкнет. Причем настройки я пробовал различные, вы не думайте, что-то там я от балды как-то я различные настройки выписывал, то на каких ходят, советы слушал, и то пробовал, да нифига. Включаешь телефон, он как балалайка, пинпоинтер включаешь, он на него реагирует, начинает захлебываться. Ну, в общем, не подошел он мне, не понравился, не зашел, я его, слава богу, продал. Так, какой еще момент хочу рассказать про диафрагму. Так, вот на днях я делал пилу, которую вы сейчас видели, как она гудит. И мне разобрал на ней карбюратор, поршневую все поменял, достал диафрагму, но это не от нее, а другая, я тут назад поставил. Стоял у меня растворитель, я что-то кисточкой мыл, ну, думаю, блин, достал дубовое, не хотел я ее кипятком, ее замачивать, кинул в этот растворитель, прихожу на следующий день собирать. Блин, а она лучше новая, она гибкая, мягкая. Блин, поставил все, карбюратор идеально работает, все подается в том количестве, сколько надо, не заливает, распределительная камера работает как надо, карбюратор. Вот такой еще советик, причем, вот этот у меня растворитель был, номер один, не знаю, раньше, какие-то были, шестолки, какие-то, номер один, не знаю даже, написан универсальный. Так, и да, когда у меня часто там люди иногда пишут, иногда часто, иногда часто, часто, а иногда и не часто, вы там специалисты, профессионал, профессионал, я не профессионал по этому, потому что я не работаю в этой сфере ремонта, ну да, я для души тут все занимаюсь, у меня образование со специальностью техник-механик, есть следствие ремонтик машин и оборудование, а специализация, механизация сельского хозяйства, я никогда, раньше, в принципе, ну как, занимался, но это очень давно было, там чисто, это так, на потоке, на потоке не стояло этот ремонт бензопил, было давным-давно, 20 лет назад, ищетеля перебирал, но, я этим профессионально занимаюсь, потому что, это не моя профессия, как бы, у меня профессия, я рублю и продаю мясо, я мясник, а это для души, как бы, у меня получается, я знаю, что делаю, что надо, как и что, и, и вот так, а советы, ну, совет, конечно, можно дать какой-то, вот сегодня дал совет, ребятам, учитесь не у блогеров, что-то ремонтировать, а учитесь, профессиональных, образовательных, учреждениях, будет больше толку, и по жизни пригодится вам, а то у блогеров, можно научиться такому, что, есть такие у нас блогеры, которые, в своих роликах, в заглавиях, названия роликов, с ошибками пишут, чему они вас могут научить, вы, блин, подумайте об этом, некоторые же слушают, да, верят, все это, ну, я никого не осуждаю, но, ребятки, даю такой совет, учитесь, у профессиональных учителей, ну, вот так, как-то я сегодня, немножко вам поведал, надеюсь, было интересно, что-то понравилось, что-то нет, спасибо за просмотр, всегда, открыт к комментариям, которые, люди пишут, что-то я могу, не знать, потому что, ну, человек, человек не может знать, все, я многого не знаю, кто-то мне, что-то подсказывает, что-то, может, я где-то забыл, что я знаю, я вам подскажу, объясню, так что, всем здравомыслящим людям, пожалуйста, пишите, спасибо, отвечу, всегда рад буду пообщаться, а все, кто с глупостью ко мне идет, то лучше и не пишите ничего, лучше сначала подумайте, ладно, спасибо, всем пока,